с добрым утром всех с новым днем всех я уже на связи привет привет я думаю что сегодня тоже все кто уже быстренько подключился на зарядку уже активный бодрый уже утром что-то сделал хорошего классного уверена в этом да ну точно знаю что что все уже наверняка сделали это точно входили в свои кабинеты смотрели что там и как может кто-то уже начислил себе денежку может кто-то утром это делает например как я я люблю утром начислять и может кто-то уже сделал даже stories об этом или написал пост об этом ну и все полетели в новый день вы знаете ребят и рачка можно я скажу я полетела 6000 евро в быстрый поток да ты что вот это ты полетела вот ты красоточка вау так кто еще что как там залетел вера ты залетела вчера тоже полетела вера тоже вчера я увидела у нее скриншот доброе утро конечно вчера да вчера сразу же как только зашли деньги с быстрого потока сразу же сделала себе пополнение даже видео записала смотрите кто там новички как это да понимаете да принимайте но все очень да все очень понятно все очень просто и вообще легко и супер всем рекомендую вообще классная тема и действительно очень круто начинать с максимальной суммы которая есть потому что потом очень легко открывать следующие не снизу вверх а вот по максимуму сколько есть сверху вниз очень классно да у меня тоже я сделал на днях 6000 в евро в быстрый и мне прям очень-очень нравится вчера я еще сделала у меня в рублях в сберкассе так чуть-чуть там посмотрела знаете как это там 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 по сусекам поскребла 600 тысяч насобиралась 600 тысяч в рубли еще закинула ну вы кто со мной тоже в контакте в соцсети видели сейчас я себе уже придумала до 31 марта у нас же е-каренси еще в подарок идут в быстром потоке я хочу сделать себе еще 9000 в евро ну там есть какая-то сумма уже сейчас там что-то еще и там где-то что-то нужно там пополнить где-то там нужно дополнить и 9000 чтобы успеть сделать тогда когда е-каренси в подарок помним что у нас три дня сейчас когда есть е-каренси в подарок вот а на крупных суммах это вообще получается очень хорошо когда ты получаешь да подарок крупный серьезный поэтому точно надо саккумулировать так что ребят само собой все что делаем мы ну вот да с командой там в развитии все это естественно идет в движении то очень главное главное такое не забывать о себе чтобы не быть сапожником без сапог поэтому я мне очень нравится вот традиционная моя утренняя привычка начислил посмотрел денежка пришла из быстрого она приходит вообще мгновенно сразу она у тебя уже в кошельке и ты можешь там посмотреть что куда направить что-то там стартовые новые стартовые сделать потому что стартовые начисляешь начисляешь прекрасно но новые стартовые тоже надо делать а то они закончатся и что тогда что сидеть без стартового нет новые стартовые тоже делать например растущий потому что растущий иссякает если ты только пополняешь точнее если ты только его начисляешь не пополняя, то есть там, туда накопительный, естественно, что тоже вдвиж, такую тоже хорошую привычку из какой-то там суммы, да, что у тебя там есть, регулярно создавать накопительный, то есть чтобы новый накопительный появлялся там с какой-то периодичностью, там, у кого-то там раз в неделю, у кого-то раз в месяц, не только пополнять те уже, которые у тебя есть накопительные, а чтобы он еще появлялся, потому что те, которые ты пополняешь, три года пройдет, пять, там, двадцать, смотря на сколько, он у тебя закончится, ты с него будешь получать, а дальше же время тоже будет идти, и поэтому с правильной периодичностью, с регулярной такой периодичностью создавать еще новые накопительные, там еще лотерейку прикупить, ну, в общем, я прям с удовольствием выделяю себе утром и вечером вот прям, ну, время, вот я сижу у себя, знаешь, взял телефончик, ага, ну поглядим, что здесь, открываешь кошелечки, открываешь кабинетик, смотришь, вспоминаешь, что у тебя есть, какие потоки, придумываешь, так, тут надо это, то есть я сейчас взяла себе это за привычку, даже не то, что привычка, это прям хочется, и в удовольствие, в кайф такой аудит своего кабинета, аудит кошельков, и вы знаете, ну, мы и с Валентином вчера вот общались об этом, ну, как-то так, и ты не понимаешь, откуда потом вот приходят деньги, и там пришли, и там пришли, и там уже, и там ты можешь уж и то сделать, то есть вот этим чудесным образом, потому что ты в денежном потоке, всё летит у тебя, просто всё приходит, и ты можешь уже себе позволить гораздо больше, чем ты мог себе даже представить ещё некоторое время тому. вот, итак, значит, о себе помним, себе делаем, вот, в первую очередь надо позаботиться о себе, помним же, да, кто когда-то летал в самолёте, так проводят технику безопасности, да, инструктаж, всегда говорят, да, берёт там стюардесса, ну, уже в новых самолётах уже всё мультиком нарисовано, так, всегда показывают, стюардесса берёт, там, если выпадает кислородная маска, сначала надеваешь маску на себя, на себя, а если с тобой, например, там, дети ещё путешествуют, потом уже там на них, но на себя ты в первую очередь, и вот Юлия Якуня сейчас у нас пишет, я тоже полетела и залетела на 300 тысяч в быстрые потоки, классно залетела, знаете, это как раз тот случай, когда залетел в плюс, да, Юль, а ну, расскажи, скажи, тот случай, когда залетел в плюс? Конечно, именно так и произошло, вчера создала себе быстрый поток на 300 тысяч, вот, и тем самым увеличила ежедневную свою прибыль, доход в два раза, мне очень нравится, это круто. Круто, да, потому что быстрый поток, ну, я имею в виду, очень большая сумма когда в потоке, она же сразу даёт тебе большое начисление, и вот я смотрю, на секундочку, у меня уже тут, вот сколько в евро, у меня 445 евро в день, 445 евро в день, нормально? Нормально, то есть, ну, мне хватает, вот, даже там, ну, там, на днях у нас там были такие вот ещё траты там дополнительные, там с мамой мы ездили, а вот, ну, всё, то есть, как раз эти 445 евро хватило там куда-то там поехать, и купили маме новые такие крутые очки для чтения, потому что те у неё уже такие поизносились, я когда увидела, говорю, а что это такое, то есть очки, 355 евро, мама там, конечно, так вздыхает, охает, ахает, и я говорю, а это крутейшие очки, то есть, посмотри, какая там оправа, что ты её не чувствуешь на лице, да, что вообще она у тебя неощутима, невесома, посмотри, ну, то есть, линзы какие там, не только видит, но ещё и защищает свои глаза, в телефоне там особенно, вот, то есть, хватает, можно приятности делать, и я для себя тоже особенно быстрые потоки рассматриваю в том формате, что это те деньги, которые ты всё равно вот тратишь по чуть-чуть, то есть, всё, есть у тебя там вот Вера вчера записала очень крутое видео, ребят, посмотрим его все в ТикТоке ещё, я сделала репост, и дальше можно ещё везде раскидать на каналы чаты о 6 тысяч евро, вот лежит у тебя 6 тысяч евро, ты хочешь их там, может быть, даже сохранить, я не говорю даже о тратах, да, траты это само собой, но ты хочешь, например, их сохранить, но через год с инфляцией, Вера так ещё сказала цифру примерно 20%, это вот предыдущие годы, в будущий год даже непонятно, сколько будет, и вдруг это будет в разы больше, да, то есть у тебя из 6 евро просто останется твоя покупательская способность всего лишь на 4 с копейками, то есть сейчас ты, когда у тебя есть 6 тысяч евро, ты можешь купить, например, да, особенно там хорошо это по какой-то там корзине, да, там товаров, или там по какой-то там технике, да, ты можешь купить там автомобиль, например, там такой-то, такой-то, а через год ты его уже не купишь, у тебя будет эти же 6 тысяч евро, и ты подумаешь, ну типа через год куплю его, нет, ты его уже не купишь, ты купишь автомобиль уже хуже классом, потому что этот будет стоить уже дороже, а деньги у тебя как лежали в тумбочке эти 6 тысяч евро, так и осталось там 6 тысяч евро, они не увеличились, больше не стало, они только лишь обесценились, деньги обесцениваются всегда, когда лежат, так только где-то ты деньги положил, накапливаешь, сохраняешь, там еще, они у тебя просто лежат, они обесцениваются каждую секунду, вот так, незаметно, 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 каждую секунду, прекрасный мне недавно попался ролик, парень, который взял чек, сохранил, это он, по-моему, 20 какого там, ну там, образно, 26 марта прошлого года он взял чек и пришел в обычный супермаркет продуктовый и взял все тоже по списку, все те же товары по списку из этого чека, только взял сегодня, через год, и почти вдвое, просто вот как бы на секундочку, прошел год, то есть деньги обесцениваются с огромной скоростью, и так будет продолжаться и дальше, потому что печатаются новые, новые, а эти обесцениваются, и быстрый поток очень крут в том плане, что там ты в месяц, вот на 6 тысяч евро, хороший пример, цифры просто эти помню, 360 евро ты в прибыли сразу же, все, месяц прошел, ты в плюсе, и так 12 месяцев в году, и вместо того, чтобы твои деньги обесценивались, у тебя наоборот их становится больше, и ты сможешь, вот ты придумал себе купить вот этот автомобиль, например, какой-то, и у тебя 6 тысяч евро, но ты сейчас что-то его не покупаешь, ну не надо он тебе, то через год, когда ты приумножил деньги, то через год ты сможешь его взять, а может быть даже еще и лучше, потому что ты приумножил как бы хорошо, то есть твои деньги не обесценятся, и мы с вами это видим, понимаем и ощущаем, и особенно это новичкам очень хорошо понятно, сейчас быстрые потоки, мне вообще нравится, как новички их быстро схватывают, ну вот на лету, поэтому, ребята, всю свою деятельность о том, что ты рассказываешь и показываешь, продолжаем, потому что она дает результаты, а мы знаем, что когда ты что-то делаешь с таким восторгом, что-то у тебя классно, то к тебе люди тянутся, и для меня я провожу уже регулярно социальные эксперименты разные, да, с разными людьми, ну особенно это моя семья, и вот вы помните, что 21 марта я начала делать йогу по утрам, все, мне это, я это делаю, вот не пропуская, все, мне в кайф, в удовольствие, дальше, ко мне, внимание, присоединился мой сын, так, и теперь он прям себе расписал там такой план, он себе еще вечернюю растяжку расписал, потому что хочет и снова в шпагат легко входить, ну то есть все, понимаете, у него уже прошло все, он запустил этот поток, вот я ему только вот дала такой импуль, он от меня так заразился, все взял, это как новичок, да, у нас в проекте, вот он у тебя увидел, что ты там делаешь, это, кстати, тот факт, что несмотря какой у тебя взнос, бывает вы не показываете, ну типа у меня пока маленькие взносы, не важно, ты главное покажи процесс, я тоже вот эту йогу делаю там 20 минут, моему малому не важно, он ее сделал, но потом он еще в обед он что-то делает и он себе еще на вечер расписал, и в итоге у него занятость и спортом, и его там растяжкой и какими-то там еще другими упражнениями на 2 часа в день, а я ему там просто сказала, что вот я там 15 все, мне это в кайф делаю, а он себе расписал эту занятость на 2 часа и кайфует, понимаем, да, то есть все, новичок потом разберется, ты только покажи ему как можно и что это прикольно. Даша! Дальше, вам поместит? что называется? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, слышно меня уже сейчас? Что-то выбивало мне связь? Вот, то есть продолжаем, да, что когда ты что-то делаешь, и люди видят, что тебе это нравится, тебе это в кайф, и ты это делаешь регулярно, вот это очень важно, они видят твою эту регулярность, твою настойчивость, всё. Но они всё равно к тебе присоединятся, и они всё равно скажут, я так хочу, и они станут. И даже твои пока маленькие потоки, пусть у тебя маленькие пока взносы, ну вот так пока у тебя есть на маленькие взносы, ну ничего, ты раскрутишься, и они придут, и всё, они свой движ развернут. Ты главное им покажи процесс, да, вот как мой малой. Я там делаю 15 минут, мне вообще этого достаточно, да, всё, а он себе развернул эту деятельность на 2 часа в день. Ему уже классно, классно, ну и мне, конечно, тоже очень радостно, что вот так происходит. А я-то всего лишь, ну, подумаешь, там, что-то утром показывала, и рассказывала потом, что слушай, мне так хорошо, так хорошо себя чувствую, прям вообще. Вот так же с нашими потоками показываешь. Итак, продолжаем тему рассказа, как ты показываешь в социальных сетях, что ты показываешь, так в жизни, как рассказать, и разбираем вопросы, так? То есть разбираем вопросы, которые могут возникать или возникают с тем, что люди, когда пишут люди, готовы ваши вопросы? Сейчас вы прям включаете микрофон, или у кого там, какой сейчас тоже есть опыт, кто хочет рассказать о своих социальных сетях, я говорю, что у меня они работают, и они дают людей. И особенно это хорошо для тех, ну, кто уже давно, ну, понял, что такое построение команды и уже вкусил это, да, то есть вы, естественно, что будете делать, 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 потому что рост команды – это рост твоего благополучия тоже. Ну, и тогда у тебя уже есть и взносы большие, и всё, потому что всё это взаимосвязано. Но если ты даже пока сидишь на маленьких взносах, всё равно делай, потому что в этом это твоё будущее. Вот твоя команда – это твои будущие бонусы, и старайся уже сейчас, потому что бонусы придут, и потом у тебя будет и на крупные взносы, и на все там потоки, которые ты хочешь себе открыть, всё у тебя будет. Вот, то есть у меня работает всё, то есть это факт. У кого тоже работает? Включу микрофон, только, ребят, следите за своим микрофоном, если вы не говорите, чтобы он у вас не включался, чтобы вы не перебивали. Так, у кого работает? Юля там рассказывала, что у неё работает, и хотела прям поделиться, рассказать своими результатами. Юль, на связи ты? Да, я на связи. Ну, расскажи. Поделиться своими результатами и немножко расскажу, как вообще я это делаю. Вот, значит, с недавнего времени я начала регулярно публиковать посты в соцсетях, и не только о нашем фонде публикую, но и пишу, конечно же, о своей жизни, о семье, о детях, о своих путешествиях, вот. Вот, и посты эти чередую, то есть один день, допустим, пишу о фонде, о нашем, о денежных потоках, один день я пишу, там, о своей жизни. Вот, сейчас хочу попробовать ещё, там, два поста писать, допустим, о своей жизни, один пост о фонде. То есть, тем самым я разбавляю свою страничку, чтобы людям было интересно читать и наблюдать вообще за мной. То есть, не один там поток, 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 да, а ещё и рассказываю о своей жизни, показываю, как оно у меня меняется, как вообще я живу свободной жизнью. Вот, потому что все люди любят подглядывать друг за другом, вот. Вот, и чем чаще мы будем мелькать в ленте, в соцсетях, тем больше на нас будут обращать внимание. И ваши друзья, и ваши знакомые, и ваши коллеги, и совершенно незнакомые вам люди. Вот, и когда это делаешь регулярно, то, конечно же, есть результаты. Вот, и мне пишут каждый день заинтересованные люди. Получается, что я никого не приглашаю, я никого не тяну в наш фонд, я не делаю какую-то там рассылку спам в личные сообщения. Кого-то там призываю, давай, пошли вот со мной. Я этим не занимаюсь. Вот. Я просто делаю так, чтобы люди мне сами писали и спрашивали про наш фонд, спрашивали про наши денежные потоки. Вот, и поэтому заинтересовать человека очень легко. Написали пост, как вы каждое утро начисляете и получаете деньги, да. Какой у вас там утренний классный ритуал. Как вы, допустим, отправили деньги работать, да. Как вот я, допустим, вчера сделала взнос на 300 тысяч рублей в быстрый поток. Сразу же написала пост, что я отправила свои деньги работать. Вот. Какую сумму вы получаете, можете делиться ежедневную, да. Как вы вообще свою ежедневную прибыль увеличиваете, во сколько раз можете поделиться. Можно, допустим, скриншоты выставлять со своего кошелька. Вот. То есть на каждое ваше действие в кабинете можно придумать и написать пост. Как вы там нашли, не знаю, денежную кнопку, начисляете себе деньги. Как вам капает каждый день. Вот. Можно еще, кстати, поделиться результатами своих партнеров и результатами своего лидера. Да, вот, допустим, у меня лидер Ирина Левченко, она сделала взнос 600 тысяч рублей. И я могу поделиться и рассказать про это. Вот, вот, мой наставник, мой лидер вышел уже там на такие результаты, на такие-то доходы. Вот. По поводу постов про жизнь. Тоже здесь много разных тем есть. Можно поделиться тем, как у вас меняется жизнь. Там, съездили в путешествия, начали заниматься йогой, спортом, не знаю, фитнесом. Вот. Пошли учиться и там оплатили себе обучение. Купили себе там какую-то обновку, новый телефон, новый компьютер там или что-то другое там. То есть куча-куча вариантов. Главное включать фантазию и рассказывать, делиться в соцсетях. Вот. И можно к этим постам приписывать, что спонсор всех моих прелестей там фон Кэш Лоу или поток Кэш. Вот. Теперь по поводу... Так. Так-так. Про быстрые потоки еще хотела сказать, что очень круто и легко презентовать наши новиночки, быстрые потоки. Они очень понятные новичкам. И они у нас быстрые. Срок работы их всего 30 дней. И еще и вывод мы можем производить каждый день. И не нужно там ждать ни две недели, ни месяц. То есть вывод каждый день. И про быстрые потоки нам очень легко рассказывать в соцсетях. То есть новичкам они очень хорошо заходят. И вообще, в принципе, нам эти все потоки полюбились. И они очень легко заходят в массы. Вот. Но чтобы ваши посты видели как можно больше людей, то я, допустим, начала в день добавлять там по 20-30 друзей. Где я их вообще беру? Значит, я нашла несколько групп с проектами, которые уже закрылись. И с этих групп я добавляю себе друзей. Вот. А когда вы добавляете себе новых людей в друзья, то они, конечно же, переходят на вашу страничку, смотрят, кто вы такие вообще, да, и чем вы занимаетесь. Конечно, у вас при этом должны быть заполнены странички, не пустые странички. Вот. И не только про наш фонд, про наши денежные потоки. Конечно же, разбавлять свои посты, писать про свою жизнь. Вот. Чтобы была жизнь на вашей страничке. Была она интересная. Вот. Значит, теперь по поводу моих результатов. Я веду регулярно сейчас свои соцсети, и мне пишут люди каждый день. И, конечно же, регистрируются ко мне в команду и становятся участниками. Вот. Я сейчас сделала такой запрос во Вселенную и прописала еще на бумаге, какие ко мне вообще люди регистрируются в команду. Вот. И ко мне в команду подключаются, конечно же, активные ребята уже с готовыми командами, которые активно развиваются в соцсетях, пишут регулярно там посты, пишут видео и дублируют вообще все мои действия. Вот. И реально ко мне начали приходить такие люди. Они запускают себе денежные потоки. И ни один поток они запускают. Они заходят сразу на несколько. Они сразу начинают выходить в соцсети и рассказывать о нашем фонде. Вот. Главное, конечно же, делать регулярные действия. Вот. И для некоторых людей не нужно ждать там быстрых результатов, да, потому что у каждого своя скорость. У кого-то будет это быстрее, у кого-то медленнее. Но результаты точно будут. У меня результаты есть от моих регулярных действий. Вот. Люди идут, люди регистрируются, люди запускают себе потоки, выходят в соцсети и начинают заводить уже новичку в себе. Это так. И мои знакомые подключаются, друзья, мои бывшие коллеги регистрируются по работе. Вот. И регистрируются вообще совершенно незнакомые мне люди. Вот. Которые видят меня в соцсетях. Юля, спасибо большое. Ты нам так... Сейчас. Вот. Потому что все хотят жить свободной жизнью и все хотят иметь такую денежную кнопочку, как у нас. Все. У меня все. Спасибо за внимание. Это точно. Юля, спасибо. Ты нам так прям очень понятно разъяснила. Особенно момент о том, что добавлять друзей, чтобы все больше людей видели твою страницу. Помним, что надо добавлять друзей. Ты можешь сам кому-то добавляться в друзья, подписываться, чтобы он тебя видел, подписался, оставил где-то, может быть, комментарий, чтобы ты стал для него заметный, чтобы он перешел к тебе на страничку и посмотрел, что там как. И, конечно, другой вариант, что когда ты знакомишься с людьми вживую, в жизни, вот где-то ты познакомился, обязательно с ним подружиться еще в социальных сетях. Вот прям в эту же секунду, когда ты с ним встретился, познакомился, или ты там давно не виделся, или ты видишься каждый день, но у тебя нет еще его страницы, то ты такой, а давай-ка еще там найду тебя там в Инстаграм, в Фейсбук, еще там ВКонтакте, да, ну, смотря кто где живет и кто какими соцсетями пользуется. Все, подружился с ним, и вот так ты расширяешь список своих друзей и список, ну, свою аудиторию тех, кто будет видеть твои страницы. А это работает, страница работает, и видение ее работает. Я вам рассказывала о том, как я веду ее, да, сейчас вот прям готовьте свои вопросы по реакциям, как люди, да, что там, там еще свои все вопросы по поводу того, что там писать, например, ну, то есть все, что у вас, какой любой вопрос, который возникает. Но я вам когда-то рассказывала, как я веду даже общение, что человек спросил, да, я ему ответила, то есть у меня всегда есть подготовленный ответ уже каждому, да, то есть особенно сейчас про быстрые. Это то, что очень хорошо цепляет новичков, потому что здесь все очень понятно. На 30 дней сделал взнос, 30 дней начисляешь, каждый день денежку получаешь. Все, тут нет длительных сроков, там года, например, да, что, ну, на это тоже, конечно, люди идут, и они такого хотят, но вот прям быстро, да, вот чтобы они быстро сообразили, чтобы они быстро обратили внимание, вот действительно быстрый поток. И когда меня человек спрашивает, я им всем перевожу, помните, мы с вами разбирали недавно на зарядке вопросы, да, тоже, когда люди спрашивают, а в чем суть, а как работает, да, у меня ответ и продолжается такой же для всех. Здесь деньги, в чем суть, что это за фонд, что это такое. Здесь деньги, здесь я приумножаю свои деньги. Кладу, вот делаю взнос на 30 дней, и 30 дней себе начисляю, вот 600 евро положил, 30 дней начисляешь по 22 евро. Получил 660 в плюсе сразу на 60 евро за месяц. Так можешь делать каждый месяц. Вот. И веду вот даже так неспешно. Потом человек где-то, возможно, там, где-то увидел информацию, да, услышал, и такой типа, ага, ну да, ничего не написал, например. Я его себе не трогала спокойно, но я продолжаю регулярно делать эти сторис. И вот сегодня утром у меня, ну вот только я сделала свой этот очередной новый сторис, и смотрю вот в первую минуту, понимаете, да, уже, то есть что значит, когда в первую минуту тебе люди отвечают на него, и я захожу там в первые 5-10 даже, там, в первые 15 минут, смотрю, кто просмотрел уже, потому что тебе социальные сети показывают все, статистику, кто просмотрел. И вот нужные мне люди, они просматривают первыми мои сторис. Ну, нужные мне, это то есть те, кого я уже давно приметила. Вот. И все, в первую минуту у меня девушка, которая вот там, я ей написала, да, когда, типа, в чем суть, и она так, ну, там ничего не ответила. Все, в первую минуту она мне уже отвечает, так, ну что, ну мне пора уже наконец-то. Где-то там она, может, там неделю занималась своими делами. Да люди там погружены, все в свои какие-то заботы, суету, проблемы и всякое такое, да. Им не до денег вообще. Они своими проблемами какими-то занимаются. А вот тут раз, и у нее удачно очень попался ей в сторис. И она такая, ну слушай, ну что, ну давай, ну наконец-то мне надо. И здесь, конечно, следующее, это моя роль, моя настойчивость, что я доведу это дело до результата, до того, что она станет уже участницей. Все, она полностью готова. То есть, когда человек тебе дважды, то есть первый раз она ответила, мы с ней поговорили, расписали, да. И второй раз, когда она снова отреагировала, то есть, понимаете, это уже не то, что даже 99,9%, что она хочет здесь быть, это уже 100%, что она себя здесь видит и что ей надо здесь быть. Все, и поэтому следующий этап, это только ты ей даешь конкретные указания, что делать. То есть, опять-таки, ты не робкий, да, здесь, в этой ситуации, ты в позиции того, что все, ты лидер, ты ее ведешь. Она у тебя уже два раза спросила, что делать, да. Все, ты ее ведешь, и это значит, что сейчас она будет делать все, что ты ей скажешь. Вот просто все. Поэтому, ребят, когда вы говорите там, что, ой, новичкам как-то сложно освоить системы пополнения, еще что-то, это все бред, это все фигня. Этого нет на самом деле. Новичок хочет деньги приумножать. И он готов научиться делать все, что угодно. То есть, мы для того, чтобы там, в взрослой жизни деньги зарабатывать, да, ходить на работу, мы учимся в школе, 11 лет, потом в университете 5 лет, да, а тут ему нужно потратить 10 минут, например, может быть, даже 5 минут на то, чтобы научиться, как деньги заводить и получать. Поэтому о всех сложностях там, новичков, как им там заводить, учиться, даже не рассказывайте. Это все вы, это ваши отмазки. Я вам потом сброшу очень интересное такое видео попозже. Мне понравилось. Потом как-то обговорим его, возможно. Но если мы что-то не делаем, это просто, это мы придумываем себе отмазки, почему мы это не делаем. И все. Так что запомните все, всем передайте, что новички хотят в проект, они хотят приумножать деньги, они готовы всему научиться. Только лишь укажите им путь и укажите им четко, что им надо сделать. Итак, поэтапно, делаем кошелек. Все. Так, ты откуда будешь пополнять? Ага, отсюда, отсюда. Так, вот тебе обменник. Так, сделали перфект, например. Вот тебе обменник. Все. Здесь пишешь такое, 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 вот все, кошелек сделал, вставил. За 10 минут можно это все сделать. И человек делает, люди любят обучаться, любят что-то новенькое узнавать, что-то такое незнакомое пока им. И если человек у тебя спросил, то только лишь от тебя зависит, зайдет он в проект или не зайдет. Доведешь ты его до статуса уже участника, или не доведешь. Все. По-другому не бывает. То есть люди не могут там как-то передумать, еще что-то там, еще. Нет, это ты только лишь ищешь, когда вы говорите, что человек передумал или еще. Нет, это ты придумал себе оправдание, как оправдать себя, что вот к тебе человек не зашел. Это ты его упустил, это ты его прошляпил. Это твоя ошибка, это твое упущение. Но ты же никогда не признаешь и никогда не скажешь, типа, что вот это я прошляпил. Ну, а так и есть. Вот, так что давайте сейчас разберем все вопросы, чтобы люди точно заходили. Кто первый у нас? вы нам всегда включаете микрофон и у вас там что-то шумит. Не нажимайте на микрофон, вы нам его включаете. Так, кто первый уже у кого есть вопрос? Вот, Валентин пишет, что у меня 100% участников заходят на стартовые и потом открывают быстрые. Супер. То есть Валентин разработал себе схему, что он заводит их через стартовые. Да, ребят, у нас разнообразие потоков такое. Понятно, что новичок начинает с какого-то первого. У него точно какой-то поток будет первый. Вот, и у кого-то из вас может быть своя методика, своя схема, через какой вы поток его заводите. Все, Валентин разработал себе классную схему, он заводит их через стартовый поток. И если результаты есть, что заходят все люди, да, все вот за кого он взялся, его схема работает, он по ней продолжает. Понятно, что потом они будут открывать себе еще и тот, и тот, и тот. Мне сейчас нравится заводить через быстро, мне прям, ну, очень. У кого-то другая схема, я знаю, людей, которые заводят исключительно через растущий поток. Вот. Все, то есть главное, чтобы твоя схема работала. А уж какая она, нет какой-то прям одной единой. единое это то, чтобы получался результат. А через какой ты поток заводишь, это твое личное предпочтение уже сейчас. Ты потом можешь для некоторых людей кому-то такое, кому-то такое. Опять-таки, исходя из психологических особенностей этого человека, какие у него потребности, что ему сейчас надо, как ты с ним знаком, что у тебя уже получилось у него спросить, что он тебе уже рассказал. Но каждая методика работает. Так, что тут пишет Нелли? Я завожу сразу на быстрый, ну вот у Нелли тоже так. Да, не важно, на какой ты заводишь, главное, чтобы он стал участником проекта. Все, то есть на любой поток завести это правильно. Вот, и если ты заводишь на стартовый, это правильно, заводишь на растущий, это правильно, главное, что у тебя люди заходят, а они потом все откроют, все, что у вас еще таких взносов, может быть, даже не будет, а они себе уже пооткрывают. Вот, так, Катя пишет, что у меня через ТикТок люди заходят, супер, я знаю, что у Кати они всегда заходили и продолжают заходить, потому что ведется вот эта систематическая работа в соцсетях. Так, о, вопрос, ура, ребят, теперь вопросы, переходим к вашим вопросам. Аня пишет, начала 22 марта сториз ежедневно о быстром потоке. вопрос от знакомого на мой сториз, почитаю об этом. Ага, почитаю об этом. Значит, что он ответил на твой сториз? Давайте придумаем, вот когда приходит такой вариант ответа, придумаем, что мы можем, понятно, что нам надо войти в диалог с этим человеком. Он отреагировал, и, конечно, мы входим с ним в диалог. Так, как это можно сделать? Кто, ну, там дальше тоже в чате можете писать. Давайте сейчас пофантазируем, что мы, вот пишет человек, типа, почитаю об этом. Что можно сделать? Я бы сделала так, я бы отправила ему сразу ссылку, где почитать. Смотрите, то есть, он увидел информацию о начислениях, ему надо почитать. А где почитать? Он же не знает, где почитать. На заборе почитать, в гугле почитать, или еще где-то. В гугле об этом не написано, а на заборе не написано. Ну, нет, может, кто-то написал тоже, что получаю. Ну, где он почитает? Почитать надо на сайте. Я бы ответила, доброе утро, я бы ответила, ок, читай здесь, и все. Да, и сразу... Коротко, ок, читай здесь, здесь по максимуму, просто ок, читай здесь, и все, и человек заходит и читает. Да, да, то есть, он, этот ответ я вижу, знаешь, таким, почитаю об этом, то есть, он не может же у тебя, там, это твой знакомый, обращаем внимание, ребята, наши знакомые, они не могут там, типа там, они хотят казаться перед нами крутыми ребятами, он не может типа спросить, Аня, ну расскажи, он такой, ну почитаю об этом, и ты должна тоже правильно психологически отреагировать, такой, да, вот почитать здесь, например, ну что, вот почитать здесь, он не может пока у тебя спросить, Аня, скини, где почитать, он, почитаю об этом, ну а он не знает же, ты же понимаешь, он не знает, где почитать, все, то есть, твой следующий шаг, да, почитай здесь, ок, почитай здесь, о, да, все очень коротко, сразу отправить на ссылку, Анечка, попробуй, и потом расскажешь нам, как, как, как развернуться события, то есть, ребят, запоминайте наши ответы, то есть, когда вы встречаете в следующий раз подобную ситуацию, посмотрите еще раз зарядку предыдущую, когда мы разбирали вопросы людей, мы давали конкретные даже ответы, что давать, запишите себе эти ответы, и когда ты встречаешь вот подобную ситуацию, ты увидел знакомый вопрос, что тебе новичок, ну, ну там, несколько стандартный схем, как они пишут, как они спрашивают, и у тебя уже есть четкий ответ, как ему написать, и смотришь потом за развитием событий, и потом тоже давайте нам, вы можете прям скриншировать, что ты там собирать себе, и потом там показать мне, или там лидеру своему, как потом человек реагирует, это нам нужно собирать вот эту статистическую информацию, что потом они говорят, как они потом реагируют, и ага, и ты сразу уже тоже готовишь следующий ответ, и тоже это будет по стандарту, то есть, в основном все, ну, реагируют по стандарту, вот, так что, да, наши заготовленные скрипты, да, вот как говорит Аня, они реально крутые, все, у тебя заметки в телефоне, тебе не нужно даже каждый раз набирать, ты скопировал, ну, или, я вообще люблю тот момент, что наш телефон настолько умный, что ты начинаешь, написал одно слово, он помнит, о чем ты уже писал, и он тебе сразу предлагает из набора трех следующих слов, нужные, и я предложение пишу с одной буквы, вот, предложения большие, я написала первое слово, потом телефон мне предлагает уже второе, я только его выбрала, пробел, он мне предлагает набор следующих слов, я выбрала, пробел, все, вот у меня предложение, это первая буква, и потом пробел, 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 вот получилось, так что, когда видите, типа, почитаю об этом, все, читай здесь, все, читай здесь, вот, или почитай, да, да, Юлечка, привет, можно историю тоже-дуже коротенько, давайте, вчера ситуация, Наташа, не прав, всех, всем привет, вчера ситуация, поздравляю, с днем народжения там, знакомого, я же ему говорю, здоровья, алло, Наташ, алло, да, в прошлый раз меня попросили, если вы можете, говорите на русском, потому что не все понимают украинский язык, а русский понимают все на зарядке присутствующие. хорошо, меня попросили, ой, ребят, это тебя попросили, а я поздравляю с днем народжения человека, и говорю, желаю здоровья, всего наилучшего, там, материальных благ, мира и так дальше, и он говорит, ой, ты дождь этих грошей, сейчас денег нету, там, это вот ты молодец, я говорю, слушай, я тебе, по-моему, говорю, а где их можно взять, ну да, вот слушайте, что он мне сказал, вот если б же ты взяла за руку, да посадила, да заставила послушать, вот люди как говорят, оказывается, ну, мы реально не дорабатываем, типа сказал, вот я тебе сказал, разбирайся, а некоторых людей, вот так и надо, взять за руку и посадить, чтобы он послушал, поэтому, может, нам реально надо быть немножко, знаете, настойчивы, и потом спасибо скажут, все, вот это такая история, я полностью согласна, полностью, смотри, я сама такой человек, то есть, да, там по поводу, ну, какие темы меня там еще интересуют, да, например, там питание, спорт, еще там что-то, да, там какое-то, может быть, там изучение языка, еще, я в каком-то моменте не дорабатываю, да, или там что-то там не делаю, потому что просто не появился такой человек, который сядет со мной рядышком, да, возьмет за руку и скажет, Ирочка, теперь делаем это, теперь делаем это, это, да, все, то есть я, например, там что-то еще не сделала, потому что у меня не появился человек, который бы мне, ага, вот это так, делаем все, который реально, вот так сказал, что взял бы за руку и присел, ну, и посадил рядом с собой и сказал, делай так, вот, я сама это знаю, мне самой хочется, чтобы меня, мои там наставники, да, в разных вопросах проводили, и естественно, что нашим новичкам тоже хочется, чтобы в денежном вопросе и в проекте его вот так взяли за ручку, посадили рядом с собой и сказали, что делать, и люди сделают просто все, просто все, что мы им скажем, они все сделают, люди умнички, они хотят, но мы реально не дорабатываем, поэтому очень классное замечание, Наташа, спасибо, тоже берем себе на заметку, психологические все моменты, ребят, понимаете, психологические моменты, общение с людьми, можно, ну, то есть это все приходит, конечно, с опытом, просто делать первые там тысячи твоих диалогов, и потом ты понимаешь, как надо, ну и мы тем более уже говорим даже, как надо, готовые скрипты, заготовленные, ты просто делай так, и потом такой, ух ты, реально работает, а оно реально работает, и ты будешь потом кайфовать, все, это твой человек, это твои деньги, твои бонусы, вот, просто делай так, как тебе говорят уже, кто точно это уже проверил, и кто точно знает, что так работает, так, есть, так, вопрос еще, если, о, Зоя пишет, что моя знакомая отреагировала на мой пост, а давайте, кто? Это Вадим, бабушка. Вадим, привет. Я вас слушаю, вы не, беспрерывно, прям, не остановить вас, а я недавно зашел в проект, на быстрый поток, там, три тысячи, вот, вопрос в том, когда отработают, через 30 дней, ну и сразу возможности не будет, опять три тысячи внести, а я же их использую, на растущий вкладываю, вот, и, если не сразу, то сколько времени, через какое можно внести? Спасибо, Вадим, кстати, хороший вопрос, любое время, смотри, а вот у вас все эмоционально, эмоционально, твой поток отработает, вот, быстро, 30 дней, отработал, ты все получил, потом, посмотрим, как это будет отображаться в кабинете, и, скорее всего, это поле у тебя будет или бледненькое, или где-то оно, но оно не может прям где-то исчезнуть, а может быть оно не будет отображаться у тебя, но потом ты в любой момент можешь открыть себе новый быстрый, тебе не обязательно... Только на 3 тысячи, то есть акция получается до 31 марта, и если потом открывать, то только на 3 тысячи получится, да? Нет, ты потом можешь открыть себе на любой поток, ну, на любую сумму. А, 15 тысяч, там, 60, да? На любую сумму, да, не обязательно открывать такой же, как у тебя был. Ну, ну, почти понятно. Понял? О, потом на любую. Ну, 3 тысячи-то эти отработали уже, и все тело, так сказать. И я их вывел, ну, и заново свои деньги опять вносишь, 3 тысячи. Да, быстрый поток работает 30 дней. Все, 30 дней он отработал у тебя, потом делаешь новый, любой. Хочешь, такое же делаешь. Просто, что смотри, сейчас еще раз 3 тысячи ты не сможешь сделать, потому что его можно сделать, ну, он у тебя один может работать, вот в этот период, он один может быть. У тебя, вот у нас набор, 9, я имею в виду, через 30 дней, как отработают. Да, сейчас еще 1, 30, ты не можешь сделать, а когда он отработает, ты можешь сделать снова такой же, ну, и любой другой в том числе. То есть это отработанные деньги, заново опять свои вносишь, и пошло работать. Да, все, это быстрый поток, он быстро отработал, быстро принес прибыль. Ты за месяц получил уже прибыль сразу, да? Ну, это видно будет по прошествии 30 дней, как там детально, да, в кабинете. Ну, ты уже получаешь начисление каждый день, получаешь начисление, начисляешь себя. 120. выплату подаешь каждый день на выплату? Да, и я вношу их в растущий поток. Вот, все. Ты деньги, ты уже, ну, в плюсах получаешься, потому что, ну, ты там по чуть-чуть получаешь каждый день, но суммарно за месяц у тебя получается хороший плюс в быстром. Да? Ну, Ну, по окончании видно будет. И клево, что ты не ждешь месяц, чтобы получить прибыль, а ты уже сейчас работать должен. Эти деньги дальше заводишь в растущий, на новое преумножение. Потому что в этот, как он называется, не быстро, а, стартовый поток, там по 2000, пока возможности нет. Там же два раза в месяц по 2000. ничего, да? Потом раскручишься, сделаешь себе там. Я хочу добавить, ребят, я хочу добавить. Посмотрите в кабинете внимательно на свой быстрый поток. Там же есть надписи, да, сколько начислено. Эта цифра у вас каждый день увеличивается. Вы начислили, у вас там раз добавилось. Потом есть информация, сколько раз вы уже начислили. То есть 30 дней, это не 30 календарных дней, это 30 начислений. И там тоже идет отсчет, что у вас уже начислено столько-то дней. То есть, друзья, призываю всех уделять внимание своим кабинетам. Вот как Ира говорила, утром зашли, поначислили, рассмотрите, вы точно что-то новенькое там каждый день увидите. Потому что, ну, наше внимание так создано, что мы не все сразу видим и не все сразу понимаем или понимаем, зачем это нам надо. Просто немножко внимания. И когда смотрим на слова, которые там написаны, задаем себе вопрос, а что это значит? А что это значит для меня? Если вдруг что-то непонятно, всегда можно обратиться к своему лидеру. Он точно знает, что это. А если вдруг он не знает, потому что у нас есть новинки, которые, ну, мы тоже живые люди, мы не все сразу знаем, то мы знаем, у кого спросить и вам расскажем. Что там в чате? В чате есть, отвечаю. Нет, в кабинете. Ну, в чате. В кабинете. Окей, в кабинете есть Алекс, а есть еще ваш лидер, который у вас отражается в кабинете, информация, как с ним связаться. Можно ему сообщение. Вообще, я рекомендую всем подружиться со своими лидерами. Это, во-первых, интересно, а во-вторых, не так. Это, во-первых, выгодно, вот так вот, это выгодно, потому что ваш лидер, он точно, ну, чуть-чуть больше знает, чуть-чуть больше умеет. У него там какой-то другой уже есть результат, у него есть другое общение. Вопрос не забыл. На 3 тысячи зашел, когда он отработает? То есть возможность будет на 15 зайти через 30 дней? Или это нужно сейчас до окончания акции сделать? Смотрите, если вы хотите получить e-currency в подарок, в этом смысл акции, то заходите сейчас до 31-го числа по максимуму, на который вы способны. И не переживайте о том, что там будет потом, да, то есть все будет хорошо. Потом, когда у вас будет возможность на другие суммы делать себе быстрые потоки, купите еще e-currency. Можете сейчас уже подкупать себе e-currency. То есть у нас все потоки состоят из двух валют, евро и e-currency. Поэтому без них никуда, потому что без e-currency ни один поток не будет эффективным. Все? Да. Ира, можно я добавлю одно слово, да? Давай. Вот сейчас действительно важный момент мы задели. Очень много участников не понимают один нюансик. Ребят, у нас в месяце есть 4 выходных воскресенья, когда мы не нажимаем кнопочку. Вот поэтому Вера правильно сказала, что 30 нажатий, не 30 календарных дней, а 30 нажатий. И если вдруг вы в какой-то день по какой-то причине забудете нажать эту кнопочку или по причине отсутствия интернета, не переживайте. Ваш день просто перенесется на следующий. Он не пропадет. Просто вы не получите за этот день начисления. Таких вопросов очень много. И очень важный момент как раз сейчас. Я не могла промолчать и даю вам вот эту информацию, чтобы вы понимали и рассказали следующим, кого не было сегодня на зарядке. Да, да. Спасибо. Моя мама, например, регулярно забывает начислять. Я говорю, мама, значит, ты плохо, не сильно, значит, ты недостаточно хорошо любишь проект. Или там даже плохо любишь проект. Ира, или там маленький взнос, что неинтересно нажимать. Надо сделать его таким хорошим, как у меня с сегодняшнего дня, 338 евро в день, ребят. О, 338 евро в день. 338 евро в день, да. Это поездка за границу на 10 дней, на одну минуточку, когда я раньше ездила, путешествовала. Мой маршрут составлял там 5-6 стран, какой-то автобусный тур у меня был. Поездка моя была 350 евро, 10 дней за границу. Сегодня я в один день имею такой доход. Ребят, услышьте, имейте хорошие слуховые. Галина, мы завидуем вам. Я уже слюни пускаю. Максимова все тут. Не могу просто сдержать эмоции. Не надо завидовать. Надо просто идти и делать. У меня светлая запись. У меня, да, у меня меньше, но я понимаю, что, ребят, смотрите, какие возможности. Можно, Юр, 5 секунд Вадиму тоже рекомендацию всем. Смотрите, ребят. Вадим говорит вот об акциях, и многие, наверное, ждут то же самое. Я в акцию это сделаю. Либо я сейчас не буду делать, потому что дождусь акции. Я вам хочу сейчас сказать, что за последнее время я очень часто покупаю себе e-currency. Я очень люблю нашу криптовалюту и понимаю, как она в цене растет неимоверно быстро. Если вы сейчас новичок и только пробуйте, мучайтесь своих лидеров, рассказать вам, что такое e-currency, поподробнее. Не знаю, найдите информацию, сделайте запрос нам, там, топом, лидером, пригласителем вашим. Но вам очень быстро нужно сейчас выяснить всю историю про нашу криптовалюту и моментально ее покупать, открывая, причем, потоки, получая с этих потоков деньги. И запускать вот эти бесконечные обороты денежные, потому что цена за e-currency растет. Мы 10 лет назад, кто не покупал битки, тот сейчас тоже самое может упустить этот момент с нашей криптовалютой. Я очень, если в разнице в цене, вот сейчас вам прямо кто с цифрами как-то так на ты, может понять. Месяц, неделю назад я покупала 1000 e-currency за 9,45 долларов. На сегодняшний день, вчера я последнюю сделку, вот у меня была на 1000 долларов, 1000, вернее, e-currency я купила за почти 17 долларов. Цена поменялась за неделю. Вы представляете, насколько ценно это для нас, владельцев, этой криптовалюты. Поэтому, пожалуйста, разберитесь во всех внутренностях, во всех нюансах, которые вы еще не знаете, несмотря на то, что вы новички. Вот. И пусть у каждого будут такие ежедневные начисления, как у Галины Денисенко. Все. Всем привет. Рада сегодня нашей зарядке. Очень интересная тема, полезная. Меня тоже скоро в соцсетях порвет. Я тоже жду этого момента. Пока учусь. Танечка, спасибо, но я же гонюсь за своим лидером. Как делает Ирина? Я всегда это делала. Я же подсматривала. Как делает Ирина? Я за ней. Что делает Ирина взнос? Я за ней. Мы же дублицируем наших наставников. Вот, Ира, помнишь, ты мне говорила, да, Галя, я согласна. Ира говорит, а зачем тебе ориентироваться на других? Да потому что это пример. Потому что мы ориентируемся на свой пример и так же делаем. И тех же хотим целей достичь. Вот для этого нужны наши лидеры. Все, отключаюсь, ребят. И я тоже. Пока всем. Пока. Так, так, да. Значит, разобрали про быстрый. Значит, кто тут еще спросил, Нинель спросила, будут ли начисляться e-currency по истечению 30 дней на вновь открытые быстрые? То есть, ребят, быстрый поток работает 30 дней, да, 30 начислений. Отработал он у тебя? Если он у тебя был создан сейчас с возможностью, что ты получил e-currency в подарок, все, 30 начислений он у тебя отработал. До 31 марта нужно успевать сделать себе как можно больше быстрых, чтобы весь будущий месяц у тебя, ну, получить e-currency в подарок, и весь будущий месяц тебе быстрый приносил начисление. Будешь делать его себе 1 апреля, будешь сам подтягивать e-currency. Нет, то есть, быстрый работает 30 дней. Ты его создал, он у тебя отработал, потом ты делаешь новый. Поэтому сейчас надо успевать сделать как можно больше быстрых и получить e-currency, и с них ты будешь весь будущий месяц получать начисление. Сколько там? 338 евро, 445 евро, а там сколько, Юля, у тебя там тысяч? 30 тысяч рублей или там сколько? 40 тысяч рублей в день. Вот, открывать, сделать. Так, значит, тут еще был вопрос сейчас про социальные сети. Мы как-то переключились на быстрые, но у нас тема, мы разбираем социальные сети и как общаемся. Зоя, по-моему, сейчас Зоя найду ваша. Где ваше сообщение? Да, вот по поводу, вернемся и закончим уже этой темой, вот по поводу реакций, когда тебе пишут новички или там твои знакомые, как они реагируют на твои посты и на твои stories, например. И вот Зоя написала, что моя знакомая отреагировала на мой пост, ну, написала, очередная пирамида. Значит, понятно, что здесь нам тоже надо вступить в диалог, да, то есть и как в случае с Аней, когда человек написал, ну, знакомая ее, типа, что почитаю, да, очень крутой вариант, что мы придумали, да, почитай здесь. Это рабочий вариант. Также и в случае Зои. Нам надо вступить в диалог. Человек с нами начал беседу, и нам надо с ним вступить дальше. Что же написать? Значит, первое. Никогда не спорь с человеком. Так? Потому что когда начинаешь спорить, все, ты уже сразу проиграл. И это его поле. Да, то есть он такой, отреагировала очередная пирамида. Рассказываю, как написала бы я. И я так пару раз делала, потому что мне такие приходили запросы, ответы когда-то. Значит, как бы я, Зоя, на вашем месте, ну, написала бы, что о, ну, типа такого, да, типа можно о, ты так много знаешь о пирамидах? А ну, расскажи мне, пожалуйста, чтобы я точно знала, была осторожна, и там, например, там, ну, типа такого. То есть я с таким запросом, о, ты так много знаешь, а ну, расскажи. Ну, то есть она эксперт, я ее преподношу до уровня эксперта. Говорю, о, ты так много знаешь про пирамиды. Расскажи, пожалуйста, чтобы я тоже знала и была осторожной. Все, то есть ты с ней не споришь, не доказываешь, типа нет, это не пирамида. Мы-то с вами все прекрасно понимаем, знаем. Может быть, мы в какое-то время, ну, потому что у нас много новичков, мы проведем прям такую отдельную конференцию, да, виды пирамид, всякое такое, да. Вот. Но люди, и, скорее всего, вам это, ваша знакомая, ничего не напишет, потому что она не понимает, что она спрашивает, или она не понимает, что такое пишет. А вот Катя дает такой вариант, да, она говорит, а я пишу, а что такое пирамида? Я такое когда-то тоже писала, и этот вариант тоже хорош, такой, о, слушай, а что такое пирамида? И вы знаете, когда, это был мой самый первый вопрос, я помню, когда я только пришла в проект наш, еще 8 лет назад, и я потом рассказывала своей знакомой, и такая, ой, так это пирамида. Я от нее впервые, то есть я от нее впервые услышала вообще это слово, говорю, а что это значит вообще? И она мне не смогла объяснить. То есть я тогда впервые, я реально впервые в жизни слышала, вот это же финансовая пирамида, вот она так еще, она не просто пирамида, пирамиды, они вон в Египте и по миру расположены, это финансовая пирамида. Я такая, слушай, а что это такое? И она мне не смогла внятно объяснить, потому что люди не понимают, они действуют какими-то там клише, там что-то они там услышали, и пытаются что-то там переплести. Понятно, что важна наша реакция на это, то есть такая реакция, она может быть там даже как-то задеть. Ну в каком плане она может задеть? Что человек типа подумал, что я тут в каких-то пирамидах. Ребят, не ведитесь на это. Вообще, вам по барабану, что думают другие люди? Вообще, давно и глубоко по барабану, что они там думают? Что там? Мы не живем мнением других людей о нас. Мы живем в своей жизни. И ты лишь можешь, ну у тебя как-то эта ситуация чуть-чуть, если ты, ну типа, там твоя знакомая, типа такой, ой, ты там тоже где-то там думаешь, что у пирамиды это что-то такое, и вдруг, и вот она подумала, что вот я в пирамиде, а я же не в пирамиде, я же это знаю, да, ты же знаешь, что ты не в пирамиде, да, но не ведись на это. И вот тоже хороший вариант, Ирина дает, что можно написать, да, ответить, типа, ух ты, видимо, вы специалист в этой теме, но он такой, чуть-чуть такой, более кусочий вариант, да. Для знакомой, я бы все-таки, вот именно для знакомой, опять, кому ты пишешь? Знакомой, я бы написала бы, слушай, ну расскажи, что это такое, да, вот типа, вы специалист в этой теме, то можно какому-то такому, ну, чуваку написать, если ты знаешь, что он там в сети какой-то там, ну, и так ему тоже его куснуть, то есть такой кусучий ответ ему, ну, можно, да, то есть, если он там, если он там умничал когда-то, например, с тобой, или что-то такое. Ирочка, в эту тему добавлю, давай. Про специалистов в сети и так далее, да, то есть, я наоборот, обращаюсь, как бы, говорю, ну просветите меня, ну, пожалуйста, проконсультируйте, ну, и человек там начинает что-то писать, умничать, ну, это если, ну, я понимаю, что он может это делать, я ему такое закидываю, и он там все-все-все пишет, я пишу такая, хух, слава богу, я не в пирамиде, спасибо, очень вам благодарна, слава богу, короче, я не в пирамиде, а то я уже испугалась, ну, мало ли, вдруг вляпалась уже, тут девятый год, а я оказывается в пирамиде, ну нет, спасибо, ну, благодарю, спасибо, вы мне так помогли, и все, слава богу, я не в пирамиде, и пошла, в смысле не в пирамиде, а ну-ка, иди сюда, куда ты пошла, давай рассказывай, понимаете, ну, это, смотрите, когда у нас нет страха, может у меня что-то с интернетом, я тебя слышу, может быть, понимаете, друзья, это важный момент, когда мы не боимся этих вопросов, а относимся к ним с легкостью, с шуткой, с, ну, с таким, ну, равновесием, да, то есть не выходим из себя, там, не начинаем доказывать, что мы там не пирамида, нет, мы не пирамида, ну, не надо доказывать, потому что мы, когда выходим на улицу в синих джинсах, то, когда нам кто-то говорит, что они зеленые, мы же, нам не приходит в голову и доказывать, что мы в синих, потому что они синие, ну, и смысл, ну, вдруг у человека там, особенности зрения, и для него они зеленые, поэтому, ну, так, пожали плечами и пошли дальше, да, то есть мы точно знаем, что мы в синих джинсах идем, ну, или в голубых, поэтому, ну, все зависит от того, как, каким, как это, с каким контекстом человек это задает, я там написала, что я обычно, ну, часто, если незнакомый человек, я же не знаю, кто он там и что, и он пишет, так это очередная пирамида, я говорю, да, а что это, а как это, ну, можно подробнее, и все, и человек там уже, если у него есть какое-то, ну, свое, и он хочет поделиться, он будет это делать, если нет, ну, оставьте в покое, я оставляю в покое, вы как хотите, я оставляю в покое, через какое-то время человек, ну, или приходит к выводу, что, ну, блин, какая-то странная-то пирамида, уже сколько времени она работает, или существует, и, блин, все время там какие-то деньги, а ну-ка еще раз, да, то есть, еще важный момент, ну, это уже для профессионалов, я уверена, что все хотят стать профессионалами, важно научиться, как это, заканчивать разговоры, с возможностью, то есть, знаете, как не закрывать дверь, то есть, не, ну, постараться, остаться, ну, оставить человеку шанс, еще раз потом к нам обратиться, потому что, если мы его там, извините, за прямую речь, там, опустим, да, там, поумничаем, или забьем его ногами под плинтус, ну, в плане, что он там невежда, не понимает, и все такое прочее, то, ну, у него, даже если он захочет, у него не будет желания к нам обратно прийти и продолжить разговор, там, через месяц, через полгода, через неделю, неважно, да, то есть, ну, у него останется этот осадок, поэтому, ну, всегда используйте смайлики добрые, да, и понимаем, что люди так поступают, потому что у них такое на данный момент, мировоззрение и такое восприятие мира, у него, ну, ему вот такое в голову положили, и вот мы же сами там тоже были раньше не такими, как сейчас, ну, то есть, у нас же тоже произошли трансформации, а у него еще не произошла трансформация, он еще там бузит, и у него еще не хватает денег, у него еще не хватает любви, не хватает свободного времени, он где-то там фигачит на какой-то тяжелой работе, ну, и так далее, то есть, ну, понимаем, что это не к нам лично, он так плохо относится, ну, это просто у него в жизни, ну, пока все плохо, ну, и в таких случаях, даже когда, например, там комментарии какие-то негативные пишут, ну, не злитесь, ну, и у вас будет все хорошо когда-то, ну, то есть, даже вот так вот, да, ну, 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 вот так вот, да, то есть, не оскорблять, вот, ну, потому что у нас реально все хорошо, и люди по-любому к нам притягиваются, по-любому, потому что, ну, когда мы сохраняем классное настроение, классные отношения, мы всех любим, важно с уважением ко всем относиться, ну, все, и будет все хорошо, и про пирамиды, это самый любимый мой вопрос, вообще, ну, честно, вот развлекаюсь как могу в этом, ну, в хорошем смысле, да, и действительно, вот смотрю сейчас, кто что пишет, вот Маша пишет, а я еще говорю, вам виднее и молчу, ну, такое, знаешь, ну, типа, ну, вам виднее, нет, спроси, вот человек вступил с тобой в диалог, и диалог надо продолжать, что-то сказать, и вопросом, да, и вот именно, ребят, попробуйте, и вот именно этот способ, что ты спрашиваешь, слушай, расскажи мне, да, что это, а как это, и он тебе там что-то будет рассказывать, и вот этот финальный твой, финальный твой, такой вишенка на торте, такая, фух, ну, слава богу, я не в пирамиде, это просто его сразу валит на повал, и всё, потом тебе будет, типа, ну, так, 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 вот это моё любимое, я так тоже много лет уже пишу, что, типа, ну, фу, ну, слава богу, но я не в пирамиде, да, то есть мы с вами всё прекрасно знаем, понимаем, а человек ещё пока не понимает, такой, ну, фух, я не в пирамиде, и он будет там, у него же будут там всё вокруг него там палать, он будет вам доказывать, да, ну, как же, то есть он перейдёт с вами спорить, и такой, да, ну, ну, фух, ну, всё, получаю, получаю, у нас всё, что вы описали, это совсем не о нас. А ещё, кстати, прости, буду тебя чуть-чуть перебивать, а ещё, кстати, тоже зависит от того, где и с кем, и как мы общаемся, понимаете, то есть когда, например, есть уже, ну, у меня какое-то там, я понимаю, что какое-то есть обо мне мнение, да, или там человек уже, ну, видит какой-то мой результат, или мои какие-то достижения, ну, там, в его глазах, да, ну, например, там, свободное время, там, путешествия мои, там, хорошая машина, хорошие рестораны, там, ну, короче, и когда-то мне кто-то там, ну, там, типа, вот, у тебя там так всё классно, я говорю, ну, да, и потом узнают, что это Кэшфло, это Меркурий, так это же пирамида, я говорю, да хоть кружочек, слушай, 9 лет я в этом кружочке, и у меня всё хорошо, хочешь так, ну, не заморачивайся, начинай и действуй, потом разберёшься, потому что, ну, сейчас, ну, мне нет времени доказывать тебе или объяснять, что это, что такое пирамида, не пирамида, всё, короче, сейчас не об этом, если бы я заморачивалась над этими вопросами, то, ну, я бы осталась там, где я была, хочешь, ну, вперёд, не хочешь, ну, окей, пусть будет так, то есть иногда даже вот так вот, знаете, когда человек там за тобой уже ходит, ходит, там, уже второй, третий, пятый раз там что-то спросил, наблюдает, тра-та-та, а потом в конце концов выдает, ну, это пирамида, слушай, иди нафиг, ну, с шуткой, с улыбкой, ну, то есть не страшно людей отталкивать так легонечко, да, то есть, ну, ты задолбал, извините, я тебя, конечно, люблю, ну, блин, ну, ну, не смеши меня уже этими вопросами, ну, не смеши, ну, то есть, ну, хочешь, ну, иди разберись, что такое пирамида, что такое квадратик, что такое кружочек, и вперёд, а вообще задай себе вопрос, что такое фонд коллективного самообеспечения, вот над этим надо подумать, а не над словом пирамида, фонд коллективного самообеспечения, иногда, вот, ну, чуть-чуть включая вот такой, ну, где-то там настойчивости, да, такой чуть-чуть резкости, но, Но еще раз, друзья, никакой агрессии, только с любовью, только с уважением к человеку. И мы понимаем, что в этом вопросе, когда нам люди задают или указывают, что это пирамида, они дети, они в этом вопросе не взрослые, потому что если они такое спрашивают, значит, они еще не разобрались, они еще живут вот в этой матрице пирамидосов, или как они там называют, не надо с ними агрессировать, это дети, которые не разобрались. Но если вы видите, что он там что-то, ну отойдите в сторонку, он вам не нужен, если он прям слишком этот человек, особенно незнакомый или даже знакомый. Ну то есть, окей, закрыли эту тему, значит, для него эта тема пока является там болезненной, вызывает какие-то страхи и так далее. Мы не психологи, мы оставляем в стороне, ну окей, значит, тебе пока сюда рано. Все, давай общаться на другие темы, давай дружить там по другим вопросам, да. Но этот вопрос не касаемся, все, ну я поняла, тебе еще сюда, ну в общем, окей. Все, я отношусь с уважением к твоему выбору, важно тоже это помнить. И, пожалуйста, относись с уважением к моему выбору. Все, можно даже это озвучить, если это, ну на самом деле, друзья или близкие родственники, или, ну то есть, значимые в вашей жизни люди, не надо портить с ними отношения, не надо всех сюда, ну как это, загонять. Они, когда захотят, сами придут. И наше самое большое мастерство заключается в том, чтобы сделать так, действовать так, жить так, быть таким, все слова важны, чтобы другие люди захотели быть такими, как мы, как я, как вот присоединиться к нам. Захотели делать, не просто иметь то, что мы имеем, а захотели делать так, как мы, и иметь еще там больше, лучше. Извините, перебиваю, а то я забуду. Вот обычно спрашивают, сколько участников в проекте и сколько стран. Вот на этот вопрос что ответит потенциальному партнеру? О, Вадим, давайте этот вопрос мы разберем в следующей зарядке. У нас уже время. Ну, вопрос нормальный? Ну, мы все вопросы, конечно, разберем. Мы так уже сейчас переборщили со временем общения. Вы готовьте, ребят, все ваши вопросы мы разберем. Вы, главное, готовьте себе, где-то записывайте. И на зарядках мы разберем все, что интересует вас, все, что будет помогать развиваться. Вот, Верочка, спасибо тебе за классные очень тезисы. Берем на заметку. Смотрите, в таких ситуациях опять видим человека. Вот я сейчас уже представила себе этого человека, как говорит Вера, что у них уже есть видение Веры. Они видят ее образ жизни, стиль жизни, там то, то, то. И они спрашивают, а так это? И когда Вера им рассказала, как это, они такие, так это же пирамида, да? То есть я себе этого человека представила, опять-таки, действительно ребенком. Все, в песточнице. Тут он видит, как Вера живет. То, что, ну, ее стиль жизни. И какое-то... И вместо того, чтобы сказать, Вера, давай я туда иду, бери меня за руку, сажай с собой рядышком и обучай, так там в вашем кэшфлоу, что там в вашем кэшфлоу надо делать, он вместо этого кидается какими-то, да, таким, ох, это ж пирамида. То есть какое-то такое понимание, да, или даже не знаю, как это, какое-то такое у него, откуда-то оно у него взялось. Смотрите, когда мне это сказали, я не знала ни что это, ну, что этим словом называют обычно, или что под ним имеют в виду. Я не знала этого. То есть в моей жизни этого всего не было. И я искренне спросила, слушай, что это такое? А когда человек уже тебе такой, типа, ах, так это ж пирамида, где-то у него был какое-то такое знание, возможно, или какой-то опыт в жизни, и он сделал какой-то такой вывод. Ирочка, можно я два слова опять ставлю? И тут реально такой, сейчас, сейчас на галочке, и тут реально ему такой ответ, что, слушай, да мне вообще все равно, как ты там его называешь, или что там, как его люди называют. Я называю это кэшфлоу, денежный поток. Все, живу офигенно с ним. А кто еще как там по-другому называет? Хоть кружочек, хоть квадратик, и еще там какая-то штука. Мне по-барабану, я кайфую, я живу. Вот так я тоже когда-то делала, и тоже работает. Да, Галин, привет. Я скажу тебе, почему я сейчас улыбнулась, ты говоришь, ты не знала, что такое пирамида. Ребят, я не знала, что такое скам. 14 августа, когда я зашла в проект, а через 10 дней прочитала где-то там на каких-то сайтах, что Меркурий не платит, я не знала, что такое скам, поэтому я рулила дальше, приглашала людей, и у меня команда была к Новому году 150 человек. Я не знала, что это такое, я не выискивала на просторах интернета какие-то посты, которые заказные были про наше сообщество. Я просто не обращала на это внимания. Я видела свой кабинет, я видела, что он мне платит, я видела, как меняется мой кошелек. С каждым разом я могла себе позволить и своей внучке возить куда, на какие аттракционы, какие цирки, в город или в Николаев зоопарк. Вот для меня это было не расстояние, а тем более не те деньги, о которых я трусилась бы, держала от зарплаты, хватит мне до зарплаты или нет. Поймите, что не надо сейчас, вот когда заходят люди и обращают внимание на какие-то заказные вот эти статеюшки, на них мы уже давно не обращаем внимания, а наоборот они нам создают рейтинг. То есть мы популярны до сих пор, где-то еще про нас что-то кто-то пишет, значит мы кому-то интересны, на нас обращают внимание. Поэтому вперед работаем, смотрим на свои кабинеты, увеличиваем свои потоки и кайфуем. Я кайфую сегодня. Спасибо всем. Ирочка, спасибо большое. Да, да, видите, то есть что-то люди, есть у них какое-то слово, они этим словом что-то, они под ним что-то подразумевают, и зачастую это совсем не то, что есть на самом деле. И зачастую это вообще никак не лепится, например, к тебе, ко мне, или к чему-то еще. То есть на что угодно человек может сказать как-то, но зачастую оно вообще ни к одному боку и что-то не лепится, и совсем как зайцу пятная нога. Вот. Все, поэтому что вопросы, реакции? Сейчас почитаю тут еще чат. Значит, Зоя, смотрите, ну и всем, кому приходит такая про пирамиды. И это действительно люди, дети пока еще. И вот мы дали сегодня эти скрипты, как можно реагировать на это. То есть просто типа оставить, ну вам виднее, как Маша писала, ну нет, вступи в диалог, все-таки лучше спроси, чтобы он тебе сказал, а потом скажи, фух, ну слава богу, это не кэшфлоу, а то я уже тут испугалась, слушай, тут 4 года уже ищет, и может написать, типа, и он только как 4 года, тут в пирамиде столько не живут, да, а то я тут уже 4 года, и думала, что ж, а не, фу, слава богу. Да, понимаете? А вот с юмором, без не грубить ни в коем случае, вот с юмором, потому что с нами общается человек, у которого есть, ну как что-то у него там в голове, какой-то тараканчик, который ему мешает, и вы можете ему помочь убрать этого тараканчика, и у него жизнь вообще наладится, потому что у нас же трансформация не только денежная, а и трансформация в голове, что потом меняется вообще все в жизни. Так, все, разбирайте, спасибо за разбор, да, делайте вот именно так, ребят, пробуйте, и потом давайте свои результаты. То есть вот что пишет, Нелли пишет, а мы там что-то складывались в пирамидке в детстве, тут куда пишут, что пирамида самая устойчивая фигура, нет, вот этот ответ вообще не подходит, нет, спросите у человека, что это такое, а потом фух, это не оба нас, он потом будет доказывать, такой, он тебе будет доказывать, доказывать, а тебе потом может говорить, ты слушай, да мне все равно, что ты имеешь в виду под этим словом. Друзья, ну это вообще не о нас, да, что кружочек, что квадратик, вообще не о нас. Смотрите, самый классный ответ, самый классный, что самое классное, что мы можем сделать и научиться, это уйти от споров, ну то есть уйти, не спорить с человеком, понимаете, когда мы начинаем спорить, то обязательно будет проигравшие две стороны, не одна, а две стороны, потому что, смотрите, мы общаемся с людьми, с какой целью? Ну, чтобы расширить свою команду, чтобы появился новый участник, чтобы еще у человека одного в жизни что-то лучше стало, да, но когда мы начинаем спорить, например, я выиграла в споре, то есть, значит, человек, я доказала, человек остался проигравшим, как он себя будет чувствовать? Ну, не очень хорошо, захочет он дальше идти? Ну, вряд ли, даже если он скажет, ну да, да, ты права, ну, осадочек останется, ну, то есть, все, а я при этом выиграла? Ну, нет, конечно, потому что, ну, человек не зайдет ко мне в команду, не зарегистрируется, он пойдет к кому-то другому, зарегистрируется, или к другому, или вообще не пойдет, потому что даже, ну, вы знаете, как это, к сожалению, работает, да, то есть, обиделся и все, и смотря, как там, может он справиться, не может он справиться с обидой, но со мной уже ему точно не захочется дальше идти, и что-то там со мной создавать, даже свой достаток, поэтому, еще раз, ну, конечно, мы все этому учимся, я хочу поблагодарить сегодня всех, кто задал вопросы, друзья, умоляю, задавайте вопросы, не стесняйтесь, пишите эти вопросы, потому что я лично, понимаете, я без ваших вопросов, я не могу развивать свои соцсети, не могу, потому что мне кажется, что то, что я знаю, это и так всем понятно, мне кажется, что то, что я умею, ну, это элементарно для всех остальных, но я не знаю, чего вы не знаете, я не знаю, чего не знают другие, поэтому, пожалуйста, вот, ну, меня там спросили про взнос, я написала это видео, задавайте вопросы, Я с удовольствием буду отвечать на них письменно, вот как в этом видео. Кстати, зайдите, пожалуйста, в ТикТок, на страничку, просто смайлики поставьте. Не надо там писать, пожалуйста, не надо хвалить Кэшло, потому что это вызывает обратную реакцию. Просто свои мысли напишите там про инфляцию или про подушку, или что угодно, просто смайлик поставьте. Этого будет точно достаточно, и все. Другие люди, которые зайдут, они там что захотят, то напишут. И я с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы, видео записывать, что-то там публиковать. И вы сможете это тоже использовать и для себя, и для своих новичков, и для участников, и так далее. Окей, вот такая у меня просьба. И благодарность всем, кто сегодня задал вопросы. И готовьте вопросы на следующие зарядки. Вот такие зарядки, мне кажется, не самые крутые. То есть это точно сработает, и мы готовы их проводить вот в таком формате. Ирочка, спасибо. Да, в пятницу у нас презентация себя. У нас Таня Янишевская точно уже. И кто-то еще, кто писал, надо взглянуть. Ребят, кто еще на пятницу хочет выступать, пишите. Все, в следующий понедельник, в среду давайте тоже продуктивные зарядки по вопросам. Какие вопросы будем писать скрипты для вашего общения с новичками. То, что сейчас к вам валят новички толпами. И надо помочь всем им зайти в проект. Все, этому можно научиться. И помним, что создаем и дальше все условия к тому, чтобы новый человек у тебя спросил о проекте, спросил, а что это такое, а научи, а хочу почитать. И в разном абсолютно формате отреагировал на твои сторис, на твои посты, на твои рассказы, потому что ты можешь приходить и рассказывать. А вот денежку получила, что счастливая такая, вот денежку получила. Все, создаем эти условия и дальше ежедневно, систематически. И учимся, и набираемся все больше опыта, как потом вести с ними беседу, диалог, чтобы они точно зашли в проект. Это уже такая целая тактика. Все, всех обнимаю, благодарю за общение. Жду в пятницу в это же время, 11 по Киеву, по Москве. Помните, что мы перевели время на летнее уже, поэтому в Москве зарядка начинается в 11 часов. Все, не опаздывайте, всем темки, пока, до пятницы. У меня еще вопрос, здравствуйте. Витя, здравствуйте, приходите в пятницу, задавайте свой вопрос в пятницу. Мы сегодня уже закончили полтора часа. Нет, не вопрос о приложении, о том, как я зашел в кабинет, если там идет, куда будет лотерея. Там уже лотерея на час позже, чем как раньше было. А, сейчас надо проверить, точно, спасибо, все, проверим. Все, ребят, темки, пока-пока, вы самые крутые люди на планете. Спасибо. 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 Спасибо.